Долину Смерки 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 полиция дала какие-нибудь наводки мне они ничего не сказали можно обратиться к общественности нет нет это слишком опасно опасно для всего проекта я не для того столько работал чтобы поставить под удар университет весь ужас в том что укравшие лекарства может его запатентовать и я с этим ничего не смогу поделать или еще хуже он может его на ком-нибудь попробовать а мы ведь знаем что она не испытана еще есть время повторить опыт да конечно но все же лучше найти сыворотку вы упомянули локриджа да но он все отрицает но если сыворотка у него если у него надеюсь ему хватит ума не воспользоваться ею конечно пора нам всем собраться мои вечеринки тебе всегда нравились ты же знаешь они были разными значит ты придешь сегодня отлично пока ты устраиваешь вечеринку да пора повидаться с друзьями сообщить им что я приехала а что за проблема карелайн очень больно я понимаю папа но вечеринка будет не здесь мы устроим ее на берегу еще окей да я понимаю твое состояние но мне то что делать не могу же я сидеть и психовать вместе с тобой я понимаю я понимаю но я прошу тебя подумать не только себе она мне не мать я знаю она тебе не мать но она тебе и не посторонний человек папа не то чтобы мне не нравилась карлайна нам не нравится но я не представляю на месте мамы она не занимает этого места просто я люблю эту женщину понимаешь прости мы это переживем мы все преодолеем ладно лейкен папа не отпирайся я знаю что ты никогда не любил джефри а за что мне его любить они с мэйсон так постарались чтобы лишить меня возможности продавать эту вакцину нет это не бизнес ты сам вчера мне на это намекал так что же все таки ты хотел сказать это не важно кажется я знаю в чем дело мы это уже проходили со мной и джо с идон и крузом с тэдом и хейли тебе никто не нравится если кто-то полюбит одного из твоих детей ты воспринимаешь это как личное оскорбление мы просто хотим тебя уберечь и в этом нет ничего плохого мама что плохого мог сделать джефри что скажи мне и ты не хочешь сказать от тебя я этого никак не ожидала ты должна быть честна со мной он сам уехал к или он так решил или ты решил за него я найду его папа потому что он мой и никто меня не остановит мы будем вместе и ты не остановишь сонок съешь хоть что-нибудь тарелку кукурузных хлопьев можно съесть за минуту знаешь что любишь критиковать маму но сама очень на нее похожа что может быть важнее чем побыть дома с родной сестрой погоди-ка минуточку в моем офисе люди они красят стены это новый офис мне надо посмотреть как там дела это просто отговорка почему ты не хочешь говорить со мной об этом почему мне очень жаль что я не успел познакомить ее с вами я давно хотел но как видишь у меня ничего не вышло а ее фотографии у тебя нет я их убрал она была очень красиво и все да все не надо если ты собираешься здесь жить то должна усвоить одну вещь я не хочу говорить об этом моя личная жизнь не подлежит обсуждению ты поняла конечно поняла вот и хорошо пока ну как очень здорово а внутри еще не закончили покраска закончена потом пришли какие-то люди и стали привозить мебель светильники картины и всякое разное ну еще что то там я не знаю что это очень хороший вкус мистер я же арендовал четыре стены с голой лампочка под потолком а это круз дорогой круз если бы ты все сделал по-своему то у тебя стоял бы железный верстак и складные стулья а я захотела сказать добро пожаловать к apple отель наш новый арендатор один из самых любимых мной людей надеюсь это приятный сюрприз удачи твоему агентству целую софия вы уже открылись минуты три назад неужели это твой офис а в чем проблема по-моему не так уж плохо замечательный диван нет это не ты что значит не я ты должна была прийти шампанский где твое шампанское я не на презентацию пришла я бы с удовольствием но мне нужна твоя помощь джеффри уехал почему что случилось не знаю ничего не знаю он оставил записку но из нее ничего не понять я чувствовала что-то происходит но не думала что он уедет отец старался разлучить нас наверное он его и выжил отсюда я не думаю что твой отец мог это сделать хорошо что мне теперь делать а что ты хочешь я хочу найти его и узнать правду ты сможешь помочь буду очень рад думаю это будет хороший знак если ты станешь моим первым клиентом с чего начнем начнем с того что было раньше хорошо нужна кое-какая информация у тебя есть чем писать ручка есть да вот спасибо а листок бумаги и бумага есть ладно когда ты впервые заметила если заметила что джеффри изменился неделю назад но ты не поняла отчего это нет когда ты его видела в последний раз вчера в том-то и дело мы говорили о том как будем жить вместе я сняла дома которым он мечтал и вдруг он говорит мне здесь не нравится я не хочу здесь жить и убегает и ты думаешь что были другие причины я не знаю но он что-то от меня скрывает скрывает что-то о себе он вообще не хочет чтобы об этом кто-нибудь узнал кармен здравствуй рада познакомиться я софи кэппел вы меня знаете роза нам сказал что-то приехала круз член нашей семьи так что мы и тебе рады спасибо у вас тут очень красиво спасибо мы не знали о твоем приезде ты приехала погостить или может быть навсегда пока не знаю я соскучилась по крузу и решила его навестить это очень хорошо ему сейчас тяжело да и всем вам не легче ужасно жалей дан миссис кэппел спасибо я правда ее не знала но она наверняка была замечательный раз круз ее так любил да и она тоже его очень любила жаль что ты не видела их вместе очень жаль просто сверх естественная любовь крузу даже думать о ней тяжело не то что говорит да он очень страдает очень глубоко некоторые люди не дают воли своим чувствам и загоняет горе во внутрь да наш отец был таким я думала крузу захочется с кем-то поделиться но он не хочет будь добра наберись терпения я постараюсь знаете он даже все ее фотографии убрал а я так хотела посмотреть на нее в этом я могу тебе помочь хочешь посмотреть семейный альбом а можно конечно иди сюда садись вот карман сейчас попробуем найти последние снимки вот она какая красивая да красивая они вообще были очень красивой пары можно мне на время взять одну я бы ее пересняла не надо ничего переснимать можешь взять так у меня их много правда я думаю идон подарила бы тебе ее спасибо миссис кэппел я знаю что кэролайн больна сыворотка могла бы помочь ей но она еще не готова но это николас так говорил а лайнел взбесился потому что решил что алекс не даст сыворотку и не поможет кэролайн а как он узнал а я хотела дать человеку хоть слабенький лучик надежды святая джина у тебя же нимх над головой должен быть а если он будет настаивать на том чтобы отблагодарить меня не надо не надо взамен надежды на спасение жены что он тебе дал ночные кошмары ты ему что-нибудь обещала я ничего не обещала просто навела на мысль как танк шерман кит будь со мной полюбезнее а не то я перестану делиться с тобой своими тайнами и выкину тебя отсюда не выкинешь я за это плачу если ты не начнешь зарабатывать себе на жизнь ты будешь заглядывать сюда с улицы в окно я больше ничего не знаю погоди-ка если лайнел завладел этой сывороткой он даст ее каролайн это очень жаль ничего не жаль в этом пузырьке сыворотки хватит чтобы слона убить ты уверен я сама видела собственными глазами и алекс говорил что там дозы 2 погоди-ка значит у нас есть еще шанс если лайнел не нашел ей другого применения бред ли этому человеку нужны деньги ой да ладно деньги нужны всем все их хотят алло хорошо что я тебя застал встретимся за обедом вариант экспресс я не могу нет нет дорогая нам нужно поговорить я не могу ехать через весь город к тебе нет нет не беспокойся я приеду приезжай как можно скорее еду только не говори что это твой брокер никак не могу решить купить простые акции или привилегированные покупай простые это для тебя кейт мне надо деться а тебе пора ехать не надо одеваться ты мне и так нравишься звонили из агентства по найму они назначили мне дату собеседования потому что один негодяй уволил меня золотко моё ты мастишь хорошо известную территорию погоди-ка засохни и умри умри да ладно тебе если мы завладеем этой сывороткой денег нам хватит и тебе не придется ломать ногти за пишущей машинкой твои пустые обещания меня не накормят давай-ка поехали я же не могу явиться на собеседование в таком виде ну так не ходи туда нет я не могу извини я опаздываю значит я мало заплатил уходи кейт убирайся но я вернусь ягодка этого я и боюсь нет нет спасибо большое служащий автовокзала помнит парня совпадающего по описанию с джеффри куда он поехал в долину смерти служащий сказал что он хотел уехать первым автобусом но ему было все равно куда ехать значит он спешил похоже на то как же нам найти его в долине смерти это не самое трудное дело долина смерти это даже не город это что-то вроде перекрестка дорог отель да пара кафешек отлично это все что мне нужно большое спасибо кросс куда ты собираешься искать его нет нет погоди ты останешься здесь а если бы это случилось с идон неужели ты не поехал бы за ней дело не в этом кейли ты меня наняла поэтому ехать туда и говорить с ним должен нет я не хочу чтобы кто-то заставлял его вернуться хорошо поедем вместе я буду полезен груз все в порядке спасибо пилот составит мне компанию какой пилот я возьму самолет капилов пожелай мне удачи удачи вы должны вернуть сыворотку я бы очень хотел вернуть ее вам по моему вы не понимаете какая-то опасная штука а может быть ее прибрал один из ваших проказников нет этого не может быть они все настоящие ученые значит они не могли до сих пор у меня ничего не пропадало зачем ставить буду грозу незавершенную работу может быть они решили что стоит добавить того сего и все получится я им полностью доверяю тогда обратитесь на телевидение рискните сделать это достояние пресс ни за что бог я храним тех кто сам себя бережет мне кажется вы этого от меня и хотите я хочу чтобы вы делали свое дело у вас есть еще эта штука со временем можно будет немного сделать тогда что вы так переживаете последние два дня были для меня просто кошмарными еще бы вы поняли что ваши денежки улетают и возможность помочь миллионам людей ваше благородство очень трогательно но мне кажется здесь есть проблема даже две либо кто-то украл сыворотку чтобы продать ее и заработать либо ее украли для личного употребления лекарства в его нынешнем виде опасно я устал от вашего непонимания я потерял все что сделал за двадцать лет а вы этого не хотите понять хорошо хорошо извините меня успокойтесь все нормально может быть вы устроите для меня экскурсию вашу лабораторию зачем это если вы мне покажете эту вашу штуку я хоть пойму что мы ищем там сыворотки нет значит если кто-то воспользовался ею весь проект пропал нет я могу ее воспроизвести правда на это потребуется время тем временем этот человек идет в патентное бюро или в банк оба варианта одинаковы для вас ведь так мы опять о деньгах кейт что на самом деле нужно уже знаете жизнь свобода и американский образ жизни кажется мне придется попросить кого-нибудь другого заняться расследованием извините но этим займусь я но если я обнаружу что вы взялись за это ради собственных интересов я вас уничтожу ну что ж тогда послушайте меня мы с вами в одной упряжке если вы что-то затеете у вас будет масса проблем Лайонелл Лайонелл Кэролайн Кэролайн отдай ее мне это ведь та самая сыворотка как же я ее оставил дай ее мне нет Лайонелл я бы никогда не взял ее из лаборатории без нее я умру не говори так не надо выбора у меня нет я не смогу послушай я ведь не смогу жить если я это сделаю Лайонелл я ведь умираю нет не умираешь я умру если ее не будет пожалуйста я не хочу умирать дай мне сыворотку ты не оставил бы ее здесь если бы не хотел чтобы я ее ввела послушай меня мы вытащим тебя и без этой сыворотки поверь мне пожалуйста поверь поверь я люблю тебя и я тебя люблю я люблю Крус где моя дочь мистер Си вы сегодня наверное переработали перестань не надо со мной играть она была здесь да была но то о чем мы говорили останется между нами ты не знаешь во что ты ввязался не знаешь я знаю что она любит Джеффри и надо было оставить их в покое я не отдам ему дочь мистер Си Келли сильная женщина как и ее старшая сестра и не надо объяснять ей что такое хорошо а что такое плохо Крус послушай меня я понимаю как ты относишься к Келли и все же ты не должен помогать ей найти его мистер Си она ведь любит этого парня просто встречаются двое и никого у них нет они влюбляются друг в друга это редкостная вещь это редко бывает и не надо в это вмешиваться ты не знаешь на что он способен наверное нет может вы мне расскажете но он не казался мне опасным человеком ты бы так не говорил если бы знал то что знаю я но ты этого никогда не узнаешь это дело Келли Джеффри и мое ты ведь знаешь куда она уехала куда извините но я вам здесь не помощник Крус ты делаешь большую ошибку я просто хочу дать Келли шанс сделать то что она хочет а я хочу чтобы ты мне сказал куда уехала Келли извините мистер Си но это конфиденциально лучше бы я заболел не говори так папа она поправится все будет хорошо я надеюсь я совсем забыл в котором часу твоя вечеринка как идет подготовка я решила ничего не устраивать нет нет не отменяй Кириллайн этим все равно не поможешь я лучше побуду с тобой я в порядке правда в порядке я просто ужасно хотел бы устроить настоящий пир по случаю твоего возвращения ничего папа все хорошо я все равно рада что приехала правда я тоже рад я понимаю как тебе трудно привыкнуть к тому что у меня появилась другая женщина ты счастлив это главное может быть когда нибудь вы подружитесь обязательно я тебе обещаю да кто там открой и увидишь эй подожди-ка я на секунду там какой-то кобель хочет получить все даром кажется ушел давненько в этой дыре не появлялись такие красавчики может побалуемся немного извини меня это не интересует ты меня спрятал помог мне так что с тебя я денег не возьму все бесплатно все равно нет но спасибо за предложение у меня голова забита другим как ее зовут это так важно да нет ну ладно если передумаешь меня можно найти внизу в баре я всегда там сразу увидишь мистер капвелл меня зовут элинар норрис пару недель назад мы встречались у круза да я помню можно пожалуйста я слышал о вашей дочери мне очень жаль спасибо если я чем-то могу помочь вам можете перейдите к делу и скажите что вам нужно хорошо это совсем не трудно сделать я хочу купить ориент экспресс где ты была у меня ведь тоже могут быть деланики конечно давай-ка поговорим о твоей сделке с локриджем о какой сделке он подарил мне картину никаких подробностей о твоей сыворотке я ему не сообщала смотри полиция пока ее не нашла времени у нас мало мне начинает надоедать твой обвинительный тон я ничем не повредила твоей работе но почему ты мне не веришь я не понимаю что ты наделал выйди себя прилично прилично костюм испорчен новый шелковый костюм не устраивай спектакль сядь ради бога в таком виде ну ладно поезжай домой я приеду к тебе в четыре будь дома я думал между вами все кончено нет он так просто не отступится извини джина агент номер ноль здоровая однако Круз эллинор эллинор мистер с здравствуй круз присядешь с нами нет спасибо не могу что вы думаете о моем предложении извините но ориент экспресс не продается у вас ведь нет времени заниматься и все же мисс норрис он останется у семьи уверяю вас мистер кэпфелл я буду управлять им также грамотно вы не все понимаете мисс норрис ресторан стал популярным при моей дочери иден здесь все сделано ею и все здесь останется так как было при ней это очень трогательно но позвольте заметить с точки зрения дела неразумно не позволю свой бизнес я буду вести так как считаю нужным ориент экспресс останется собственностью кэпфеллов разговор окончен понятно но если вы когда-нибудь передумаете мистер кэпфелл до свидания до свидания что ты делаешь что это за барахло это мои вещи не успела разложить белье что ты здесь делаешь устраиваюсь как дома но нет твой дом канава в трущобах вот и нет я дома идиот что почему это я идиот если хочу жить в квартире за которую плачу ты не можешь здесь оставаться у меня есть личная жизнь личная жизнь тоже имеет свою цену ты не можешь за это заплатить так что смирись с реальностью я въезжаю Микки съезжает Кейт мне нужно остаться одной я люблю одиночество мне это необходимо ты не останешься одна ты не можешь себе этого позволить дорогая посмотри правде в глаза в этом есть и своя привлекательная сторона нас ждут бесконечно долгие часы дни и ночи когда мы будем поглаживать друг друга и сыворотку не получится да ладно тебе лучше помоги разобрать белье нет 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 мне тоже не хочется этого делать я бы лучше покопался в твоем белье что это анкета лучшего детектива этого штата зачем женщине которая может купить ресторан работать в сыскном бюро ты всегда подслушиваешь чужие разговоры просто я сидел рядом посмотри мои рекомендации увидишь что у меня высокая квалификация мне не нужны твои рекомендации Эленор это только мое дело а если ты будешь занят ничего я управлюсь ну раз уж ты пришла может объяснишь что происходит что я не понимаю я везде тебя встречаю Круз а тебе это не нравится да сначала ты хочешь купить мой дом потом ресторан Иден оба раза у тебя ничего не получается и как ты поступаешь ты приходишь наниматься в мое детективное агентство это похоже на третью попытку нас кто-то толкает друг к другу вот это меня и беспокоит в чем дело Круз ты не веришь в судьбу нет нет в том числе в том числе я не захочу Субтитры сделал DimaTorzok Я ради тебя на все бы пошла Это ненадолго Ложись, киска Кейт Кейт Кейт, я не могу найти котенка Он пропал, Кейт Наверное, пошел поразмяться Надо бы кастрировать Нет, мне кажется, он выпрыгнул в окно И залез на дерево Ладно, ладно, схожу посмотрю Я для тебя готов на все Никки, а я тебя жду Разве? В час четыре, я обещал в четыре Просто я переживаю, когда мы цапаемся Мне тоже не нравится Я за последние дни очень перенервничал Ну, как твой костюм? Все в порядке, пятно сошло Хорошо Извини, что я бросила тебя одного в ресторане Ничего, все нормально Мы ведь даже поесть не успели Я бы сейчас съела что-нибудь холодное и сладкое Чудесно, хорошо, что я приехал Мороженое! Мороженого? Я не хочу мороженого Пойдем съедим целый килограмм миндального мороженого Не надо, я вовсе не хочу мороженого Не знаю, что на меня нашло Ужасно хочется мороженого Мороженец рядом, за углом Я люблю мороженое Пойдем, пойдем мороженого Попройдемся, подышим свежим воздухом Ну, ладно, Джина, ладно, ладно Хорошо, хорошо, пойдем Но потом вернемся сюда Конечно, куда же еще? Кто знает, чего тебе еще захочется Ну, это уже ты знаешь Например, полететь на Конкорде в Лондон Джина? Джина? Боже мой Одну кошку я поймал А вот куда подевалась другая Ты уже проснулась? О, Боже Каролайн, ну зачем? Лайонел, я сделала это для нас Я не хочу покидать тебя Лайонел, обними меня Обними Джеффри, это я, Келли Открой! Джеффри, это я, Келли 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 Теперь это похоже на дом. Где ты это взяла? Я думала, тебе понравится. Я спрашиваю, где ты это взяла? У миссис Кэпфелл. Ты виделась с Софией? Я хотела выразить ей сочувствие в связи с Идом. Она очень приятная. А зачем ты это принесла сюда? Кажется, я просил тебя оставить Иден в покое. Не надо, Круз. Зачем ты так? Не делай вид, что ты ее забыл. Никто не может забыть такую женщину. Даже ты, Круз. Посмотри на нее. Посмотри. Послушай. Смотри, какая красивая. Я знаю. Расскажи мне о ней. Пойми, Кармен. Мне трудно говорить о ней объективно. Она умела рассмешить меня даже после самого тяжелого дня. С ней мне было хорошо. Мне ни с кем не было так хорошо. Я никогда не мог понять, почему. Я не знал, на что способен, пока она не научила меня любить ее. Забавно. Казалось бы, человек должен понимать это инстинктивно. Но иногда приходится учиться. А научиться жить с открытой душой очень трудно. Она бы мне понравилась. Да. Она бы тебе очень понравилась. Круз, теперь я понимаю. Что понимаешь? Почему ты так страдаешь? Я тебя очень люблю. Очень. Я тебя люблю, малышка. Я тебя тоже люблю. Я тебя люблю, малышка. 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 Я тебя люблю, малышка.